нет а сейчас в твиче появилась пошло отлично все тогда я переключаю опять же звук включая в дискорде перехожу на twitch так хорошо меня слышно опять же отлично значит смотрите напоминаю вам определение того что же так называется линейной независимостью двух функций y1 и y2 y1 и y2 называются линейно зависимыми линейно зависимыми друг от друга если существуют такие две неравные нулю константы неравные нулю такие что произведение a1 y1 плюс a2 y2 оказывается равным нулю тоже можно дать номер назвать это например 6 итак если можно подобрать две константы a1 и a2 неравные нулю такие что их линейная комбинация с y1 и y2 дает 0 мы говорим что наши функции y1 и y2 линейно зависимы друг от друга и наоборот если не существует таких констант кроме равных нулю если не существует такой пары а1 а2 кроме а1 равного нулю и а2 тоже равного нулю такой пары чтобы чтобы уравнение 6 было выполнено то y1 и y2 называются линейно независимыми окей вопросы на этом шаге вам рассказывали конечно это определение на линейно куб в курсе линейно алгебры но помните вы ее вспомнили отлично значит теперь давайте посмотрим что можно сделать с этим определением оказывается это определение идент и определение нашего определителя бронского идентично в будучи вместе взятым а следующий лемме лемма номер два и два частных решения два частных решения уравнение 1 линейно зависимы 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 тогда и только тогда когда их определитель вронского равен нулю окей то есть тогда и только тогда означает что если определитель вронского равен нулю то два решения линейно зависимы и наоборот если два решения линейно зависимы то и определитель вронского из этих двух решений равен нулю окей нет вопросов нет тогда у меня к вам два вопроса вопрос номер первый если наши два решения линейно независимы то чему будет равен определитель вронского согласно этой лемме ну когда определитель вронского не равен да совершенно верно вы понимаете что это прямо следует из этой леммы не нужно объяснять почему это непосредственно вытекает из этой же леммы да вроде не надо отлично хорошо ну тогда второй вопрос давайте будем доказывать эту лемму она очень легко доказывается будем это делать давайте ну давайте доказательства доказательства у нас распадается на две части поскольку у нас лемма в нее включается и необходимости достаточно значит и доказательство тоже должно разбиваться на две части доказательство необходимости и доказательство достаточности то есть давайте с чего начнем с того что предположим что наше решение линейно зависимое что дельта отсюда будет равно нулю или наоборот с того что дельта равно нулю и докажем что наше решение линейно зависимое с чего хотите начать с линейно зависимости То есть, предположим, что два решения линейно зависимы. Хорошо. Пусть y1 и y2 линейно зависимы друг от друга. Линейно зависимы. Покажем, что их определитель Вронского будет равен нулю. Ну, давайте это сделаем. Согласно нашему определению, если y1 и y2 линейно зависимы, должно существовать такая комбинация, должна существовать констант a1, неравная нулю, и a2, неравная тоже нулю. Что a1, y1 плюс a2, y2 оказываются равными нулю. Окей? Так, теперь давайте возьмем и перенесем одно из этих слагаемых, например, второе направо. Тогда получается, что a1, y1 будет равно минус a2, y2. Поскольку мы знаем, что a1 неравно нулю, значит, мы имеем право на него разделить и выразить y1. y1 оказывается равным минус a2 поделить на a1, y2. Окей? Пока нет вопросов? Да, пока нет. Так, давайте тогда вот эту комбинацию констант, неравную нулю, обозначим какой-нибудь другой буковкой. Например, буквой b. Тогда наше соотношение между y1 и y2 приобретает следующий вид. y1 равно b, y2. Где b, это константа, неравная нулю. Окей? Пока нет вопросов? Окей нет. Хорошо. Значит, теперь давайте обратимся к определению нашего определителя Вронского дельта. Если мы возьмем этот определитель и подставим в него, еще раз напомню, как он выглядит, y1, y2, первая строчка, y1 штрих, y2 штрих, это вторая строчка. Теперь давайте вместо y1 подставим вот это выражение. Подставив 7 в какой-то... в 4, если я правильно помню. 4 это было у нас определение нашего определителя Вронского. Значит, если мы подставим 7 в 4, вместо y1 у нас появится b, y2. Второй элемент так и будет y2. А вместо y1 штрих у нас что появится? Что будет? Если мы продифференцируем y1, это все равно, что взять производную от произведения b и y2. Чему это будет равно? Ну, не просто b, да, совершенно верно, y2. Ну, а теперь смотрите, что мы получили. Мы получили определитель, в котором первый столбец равен второму столбцу, умноженному на постоянную неравную нулю константу. По свойству определителя, чему будет равен такой определитель? Нолику? Конечно, он равен нулю. Это одна из тех многочисленных теорем, которые вам наверняка доказывали, когда рассказывали про матрицы и определители. Правильно? Помните эту теорему? Что это было такое? Ну, наверняка было. На самом деле, если вы раскроете этот определитель, то у вас будет разность двух одинаковых слагаемых. b и y2 на y, да, кстати, штрих забыл. На y2 штрих минус b y2 на y2 штрих. Они, разумеется, взаимно сокращаются. Итак. Первое утверждение мы доказали. Если у нас есть два линейно-зависимых решения, то их определитель Вронского равен нулю. Теперь докажем обратное. Докажем обратное. Утверждение. Пусть определитель Вронского двух частных решений равен нулю. Покажем, что эти два решения будут обязательно линейно-зависимыми. Ну, давайте смотреть. Если определитель Вронского равен нулю, это означает, что y1 штрих y2, ой, прошу прощения, просто y1, y2, y1 штрих y2 штрих равен нулю. То есть, если, опять же, мы раскроем наш определитель, это означает, что y1 на y2 штрих минус y1 штрих на y2 должен быть равен нулю. Это и означает, что наш определитель Вронского двух частных решений равен нулю. Теперь давайте возьмем и перенесем одно из этих слагаемых вправо. y1, y2 штрих оказывается равным y1 штрих на y2. А теперь самое смешное. Давайте домножим обе части. Во-первых, на dx, чтобы от штрихов избавиться, перейти от производных дифференциалов. Разделим на обе части уравнения, на y1 и на y2 одновременно. То есть, домножим на dx, деленное на y1 и на y2. Что у нас в левой части уравнения возникнет? А вы уже сразу интегрируете? Хорошо, сейчас мы это сделаем. Да. Только для начала. Во-первых, это будет dy2, деленное на y2, а в правой части dy1 на y1. Да? Правильно? Да, ну да. Ну да. И как вы правильно сказали, если мы это сразу проинтегрируем, то у нас получится натуральный логарифм от модуля y2 равен натуральному логарифму модуля y1 плюс константы, которую тоже можно обозначить как логарифм модуля c. Значит, если мы уберем логарифмы, у нас получится, что y2 должен быть равен плюс-минус cy1. Правильно? Плюс-минус, потому что я модуль снял. Да. Ну и, наконец, переопределив c и обозначив плюс-минус c как c1, мы, наконец-то, приходим к следующему соотношению. y2 равно c1 умноженное на y1. И, кстати, обратите внимание, может ли c быть равным нулю? c1? Нет. Нет, не может быть равен нулю. Потому что если бы c было равно нулю, тогда у нас c было бы равно нулю. Тогда логарифм c был бы равен минус бесконечности. У нас распадалось бы наше решение. Поэтому c1 не равно нулю. А это означает, что y2 и y1 по определению линейно зависимы друг от друга. Что и требовалось доказать. Вопросы? Нет. Нет, прекрасно. То есть, давайте пока подытожим. Что мы с вами получили? Мы доказали, что, во-первых, если у нас имеется два частных решения, и если эти частные решения линейно зависимы, то их определитель Вронского будет равен нулю. И обратное тоже верно. Если у нас есть два частных решения, и сконструированный от них линейный определитель Вронского, прошу прощения, не равен нулю хотя бы в одной точке, в любой точке, до тех пор, пока эта точка принадлежит области определения нашего уравнения, то тогда наши два частных решения будут линейно независимыми. Давайте в качестве примера, просто чтобы закрепить эту информацию, рассмотрим следующую, ну, не задачу, а пример. Вот возьмем уравнение y2' равно минус y. Легко показать, что у этого уравнения есть два частных решения. Синус x и косинус x. Кстати, все видят, что это правильно, что и синус x и косинус x являются частными решениями этого уравнения? Да, отлично. Давайте проверим, являются ли синус x и косинус x линейно независимыми. При помощи, линейно независимыми частными решениями, при помощи определителя Вронского. Проверим их на линейную независимость. На линейную независимость. Что для этого нужно сделать? Так, что-то тут печатают. Твич. Чего вы молчите? А, друзья, все-все-все в курсе. Где, какой у меня адрес в Твитче? Я могу его прислать. А то сейчас вот я смотрю в диск. Да, могу прислать. Поедине, там матьковские говорили. Ага, вот, да, спасибо большое, что прислали, да. Отлично, замечательно. Так, ну что, продолжим? Продолжим. 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 От синуса х и косинуса х. Ну давайте возьмем определитель 2 на 2. В качестве первой строчки мы возьмем наши функции синус х и косинус х. Так, теперь возьмем производные от синуса и от косинуса. Производные от синуса равны чему? Так. А производные от синуса? Ой, производные от косинуса, прошу прощения. Минус синус, правильно? Да. Так, теперь давайте посчитаем этот определитель. Синус на минус синус дает нам минус синус квадрат х. Косинус на косинус со знаком минус, потому что это побочная диагональ, тоже минус косинус квадрат х. Если мы минус вынесем, то что у нас в скобках нарисуется? Знаменитая сумма. Единичка, конечно. Конечно, это основное тригонометрическое тортиство. Значит, определитель равен минус единице. Но нас интересует, разумеется, не точное его значение, а что? Да. Этот определитель не равен нулю везде. Следовательно, какой вывод мы делаем? Следовательно, синус х и косинус х являются какими? Линейно независимыми. Совершенно верно. Значит, синус х, значит, у1 равен синус х и у2 равен косинус х. Это линейно независимые функции. Значит, их линейная комбинация, скорее всего, наверное, будет общим решением. То есть, вот вопрос. Их линейная комбинация, c1 на синус х плюс c2 на косинус х. Является ли оно общим решением? Правильный ответ – да. Оно будет являться общим решением. И самое время нам это доказать. Итак, мы собрали вместе уже всю информацию. Теперь нам осталось только сделать завершающий шажок. Нанести окончательный последний удар. Нам осталось доказать теорему, которая утверждает, что если два частных решения дифференциального уравнения являются линейно независимыми решениями, то общее решение действительно будет линейной комбинацией. Давайте запишем теорему. Теорема. Общее решение уравнение 1 имеет вид у равно c1, y1 плюс c2, y2 где y1 и y2 это линейно независимые друг от друга независимые частные решения этого уравнения. Окей. Вопросы перед тем, как мы перейдем к доказательству. Нет вопросов. Нет вопросов. Прекрасно. Есть один вопрос. Есть. Давайте, давайте. Получается, в уравнениях более высокого порядка будет больше константы больше и у? Да, совершенно верно. Мы с вами даже не будем доказывать как теорему, но сделаем утверждение и относительно уравнений высших порядков. Да. Ага, отлично. Ну давайте. Сначала пока сосредоточимся на уравнении второго порядка, а потом скажем пару слов и про обобщение. Для начала попробуем доказать эту теорему. Она выглядит страшнее, чем доказывается на самом деле. Чтобы ее доказать, нам требуется просто вспомнить тот факт, который сегодня уже всплывал на лекции. Что такое общее решение? Напоминаю, что общим решением уравнение 1 называют семейство всех возможных частных решений. так как общим решением так как общим решением уравнение 1 называют семейство всех возможных частных решений семейство всех возможных частных решений А что такое частное решение? Все помнят? Это решение, которое находится, когда вы подставляете начальные условия. Правильно? Ну, напомню. У нас общее решение это решение, в которое входят произвольные константы. В нашем случае две. А частное решение это решение, в котором эти константы определены и превращены в конкретные числа. Частные решения находятся, если вы снабжаете ваше уравнение еще и двумя в нашем случае начальными условиями в одной и той же точке. Условия, наложенные на саму функцию и условия, наложенные на первую производную от этой функции. Окей? Окей. Можно продолжать? Или все вспомнили это? Да, да, да. Хорошо. Значит, чтобы, так как общим решением наше уравнение называют семейство всех возможных частных решений, нам достаточно для доказательства нашей теоремы нам достаточно показать, что для любого начального условия, что для любого начального условия принадлежащего области определения уравнения 1 будет существовать единственная пара констант единственная пара констант c1 и c2 вот тех тех самых констант которые у нас сидят в нашей линейной комбинации если мы покажем что для любого начального условия будет существовать такая пара да еще и быть единственной то это будет эквивалентно тому что мы доказали что мы действительно сконструировали наше искомое общее решение окей вопросы нет прекрасно ну давайте это докажем доказательство как я уже сказал чрезвычайно простое давайте давайте сразу начнем с новой с нового листика давайте возьмем какое-нибудь начальное условие произвольное возьмем произвольное выберем возьмем произвольное начальное условие начальное условие условие во множественном числе потому что их два во первых возьмем какую-нибудь точку x0 и наложим условие на нашу функцию пусть y в точке x0 будет равно какому-то числу это число назовем ну не знаю как мы его назовем назовем y1 окей так это условие на нашу функцию теперь второе условие у нас докладывается на производную от нашей функции в той же точке назовем ее y2 это тоже какое-то действительное число мы считаем что и x0 и y1 и y2 все это принадлежит области определения разумеется области определения нашего равнения так пока нет вопросов у меня есть давайте что у вас с колпачком от ручки в каком смысле какой-то зубная паста это подарок отец это сконструированная ручка из бумаги ну да это мне подарили в информационном центре когда я у них лекции читал недавно так ну что продолжим так хорошо значит смотрите пусть у нас есть комбинация трех чисел x0 y1 и y2 и мы наложили условие на то что наша неизвестная функция в точке x0 равна y1 а производная от этой функции в этой точке равна y2 давайте посмотрим как это отражается на нашем решении поскольку мы предполагаем что решение имеет вид линейной комбинации c1 y2 плюс c2 y2 да да экологическая ручка правильно пишут так значит тогда y в точке x0 будет равно c1 на y1 в точке x0 плюс c2 на y2 в точке x0 и по предположению это равно константе y1 так хорошо второе условие это условие наложенное на производную в точке x0 она соответствует чему ну y штрих у нас будет равно c1 y1 штрих плюс c2 y2 штрих то есть получается если мы подставим туда x0 давайте запишем y штрих это c1 y1 штрих плюс c2 y2 штрих очевидно для любых x если мы теперь туда подставим вместо x x0 мы получим c1 y1 штрих в точке x0 плюс c2 y2 штрих о слушайте не очень хорошо у нас y1 и y2 уже и были использованы давайте все таки не y1 и y2 как-то по другому назовем а то мы будем путать их давайте какие-нибудь другие буковки возьмем да хорошо давайте пусть это будет а а вот это будет b вот тогда здесь будет а и b здесь соответственно у нас будет а окей ага так да и возвращаясь к нашему вопросу так значит получается c1 y1 штрих в x0 c2 y2 штрих тоже в точке x0 будет равно b вот такая получается у нас система из двух функций из двух уравнений прошу прощения правильно заметьте мы что предполагаем что нам известно и чего что нам неизвестно что нам нужно найти нам известны константы а b нам известны частные решения y1 и y2 мы считаем что мы их знаем значит вот это значение и их функций в точке x0 и их производных в точке x0 тоже известны а что нам неизвестны константы c1 и c2 значит мы получаем фактически систему из двух уравнений алгебраических на неизвестные константы c1 и c2 это как я уже повторяю еще раз это алгебраические уравнения и вообще говоря эти уравнения неоднородные потому что в правых частях у нас стоят вообще говоря неравные нулю константы значит нам нужно понять будет ли существовать у этого у этой системы решение как это проверить ну с одной стороны можно просто решить это уравнение но есть более простой способ нам нужно вспомнить метод крамера помните метод крамера давно 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 забыто совсем забыто или все-таки какие-то отблески еще помните так нас интересует строго говоря одна нас интересует когда у системы двух не дифференциальных а алгебраических уравнений будет существовать решение если что если какое условие выполнено совершенно верно у этой системы будет существовать единственное подчеркиваю единственное решение единственное решение решение в виде комбинации c1 и c2 конкретных значений этих констант если определитель составленный из коэффициентов нашей системы не равен нулю правильно а что это за коэффициенты это коэффициенты при c1 и c2 то есть если я вас попрошу их назвать перечислить они как будут выглядеть совершенно верно совершенно верно но что мы с вами получаем в этом определителе это фактически y1 y2 y1 и y2 в котором который мы выбрали конечно это определитель Вронского от наших двух функций в одной единственной точке вычисленной но что мы знаем про этот определитель он равен нулю или он не равен нулю так как по предположению y1 и y2 это какие частные решения линейно зависимые или линейно независимые ну посмотрите наша теорема линейно независимые совершенно верно так как y1 и y2 линейно независимые частные решения по предположению то согласно нашей лемме лемме номер 2 чему равен этот определитель y1 и y2 ну в любой точке он не равен нулю везде везде на области определения значит если этот определитель не равен нулю значит выполнено условие существования единственности нашей нашей пары c1 c2 значит существует единственное решение c1 c2 а раз существует единственное решение значит каждому начальному условию поскольку наше начальное условие мы взяли эти константы x0 a и b произвольными значит мы можем выбрать и любые другие а раз это так и каждому из таких наборов будет всегда соответствовать единственная пара c1 и c2 значит мы доказали что наше решение c1 y1 плюс c2 y2 действительно является общим решением в него можно подставить любые начальные условия и вы всегда будете строго с определенным набором констанции c1 и c2 который будет дать вам одно и только одно частное решение проходящее через выбранную точку что и требовалось доказать вопросы то есть мы с вами доказали крайне важную теорему возможно основополагающую для всех линейных дифференциальных уравнений второго порядка уж точно как я уже сказал для уравнений более высших порядков мы тоже пару слов скажем в конце лекции тоже существуют аналоги этой теоремы но главное то что как только мы ищем общее решение линейного однородного уравнения второго порядка что нам нужно сделать нам нужно найти нам нужно выполнить две операции нам нужно найти два частных решения второе нам нужно проверить что эти два частных решения линейно независимы и если они линейно независимы то нам остается только сконструировать из них линейную комбинацию и эта линейная комбинация и будет нашим искомым общим решением вопрос нет хорошо тогда у меня есть вопрос допустим мы можем каким-то образом найти для любого конкретного частного для любого конкретного уравнения предположим мы найдем наше искомое частное решение одно но нам то нужно два частных решения причем разных разных и линейно независимых как их искать то есть не одно даже а два нельзя ли нет ли у нас какого-нибудь способа упростить наше вычисление оказывается такой способ есть более того оказывается нам не нужно искать два частных решения как это не парадоксально нам достаточно одного смотрите почему если если очень вкратце если мы накладываем условия линейной независимости если мы требуем чтобы у нас обязательно существовали два частных решения и если мы при этом еще и требуем что эти два частных решения должны обязательно должны быть линейно независимыми друг от друга то это условие настолько строгое что оно позволяет из одного известного частного решения найти второе вот как это делается оказывается оказывается нам достаточно найти нам достаточно найти только одно частное решение одно частное решение вот почему двоеточие и вот почему давайте возьмем преддавайте предположим что у нас существует частное решение y1 от x и это известное частное решение пусть y2 это неизвестное тоже y2 от x это неизвестное частное решение и пусть оно линейно независимо от y1 окей так давайте теперь поступим следующим образом давайте возьмем эти два решения и сконструируем из них не линейную комбинацию и даже не произведение а возьмем и сконструируем из них отношение y2 к y1 окей а теперь ключевая мысль давайте возьмем и продифференцируем один раз это отношение по переменной x производное это отношение будет равна чему ну в знаменателе у нас будет y1 в квадрате а в числителе у нас что будет y2 на y1 минус y2 на y1 совершенно верно ничего не замечаете что у нас стоит числителя определитель вронского да конечно это и есть наш определитель вронского то есть на самом деле оказывается когда народ впервые просек что вот именно так у нас получается определитель вронского у нас возникает когда вы дифференцируете отношение y2 и y1 и тут то народу и зашевелилась мысль потому что друзья мои мы знаем очень много про определитель вронского а именно помните в самом начале лекции мы с вами доказали одну лему которую вы точнее попросили меня не доказывать ее поэтому мы ее просто постулировали вот эта лемма о том что определитель вронского двух частных решений будет равен константин на е в степени минус pxdx помните да мы никак не пользовались доселе этой леммой а вот теперь настал ее звездный час потому что по лемме номер один весь числитель нашей дроби будет равен просто константе дельта 0 на е в степени минус минус интеграл p от x dx в знаменателе у нас соответственно будет y1 квадрат чтобы подчеркнуть что эта функция известная я напишу ее как y1 квадрат от x окей так ну смотрите получается что производная от y2 на y1 равно вот этой величине значит чему будет равно y2 деленное просто на y1 от x очевидно интегралу правильно так значит это будет равно дельта 0 на отношение е в степени минус интеграл p от x dx на y1 квадрат от x на dx ну и наконец чему же равна эта неизвестная функция y2 ну сразу же давайте скажем пару слов про дельта 0 что мы знаем про дельта 0 про константу дельта 0 совершенно верно так как по определению дельта 0 не равна 0 это произвольная константа не равная 0 значит мы имеем право выбрать дельта 0 как любое число главное чтобы оно не было равно 0 я предлагаю выбрать дельта 0 равную единичке окей так итак что же такое y2 очевидно что y2 мы найдем просто умножив обе части нашего выражения на y1 от x и вот какое выражение мы получаем вот если вам известно одно начальное одно частное решение y1 то второе частное решение y2 линейно независимо что что сократить мы не можем потому что да формально мы на самом деле правильнее было бы ее написать не с x а с какой нибудь x с тильдочкой а интегрировать там скажем от 0 до x чтобы не возникло нехорошего соблазна собственно сократить функции там где их сократить нельзя то есть то есть можно было бы написать как y1 от x на интеграл скажем от 0 или от x0 до x e в степени минус интеграл p от x штрих dx штрих деленное на y1 квадрат x штрих dx штрих тогда можно было кстати y1 от x внести сюда и было бы у нас y1 от x деленное на y1 квадрат на x штрих ну и та и другая формула в принципе правильная и так можно находить y2 и вот так в роли x0 можно выбирать любое число до тех пор пока оно принадлежит области определения окей окей то есть получается что если мы хотим найти общее решение линейного неоднородного дифференциального уравнения так какой у нас последний там был номер номер 7 вот тогда это у нас будет номер 8 да значит для того чтобы найти это самое общее решение нам требуется всего лишь выполнить следующие три шага можно это записать назвать это алгоритмом алгоритм алгоритм решения линейного однородного дифференциального уравнения второго порядка можно еще формально добавить с произвольными коэффициентами p от x и q от x потому что мы с вами еще поговорим про более простой алгоритм решения когда p и q константы это будет чуть попозже это будет не в этой лекции в смысле алгоритм решения линейных однородных дифференциальных уравнений первого порядка шаг первый самый сложный ищем частное решение y1 это самый сложный шаг потому что он не алгоритмизируем в общем случае как правило он ищется перебором то есть можно искать можно искать y1 как степенную функцию y1 это x степени n где n это произвольное действительное число или y1 можно искать например как тригонометрическая функция косинус даже не x а омега x или синус омега x где омега это любое действительное число наконец можно искать y1 например как e в степени kx где k это тоже произвольное действительное число могут быть ситуации более сложные но мы пока ограничимся вот этими тремя случаями окей второе предположим мы нашли одно из частных решений ну например y1 оказалось равным скажем x квадрат тогда ищем второе решение ищем второе линейно независимое частное решение по формуле по формуле номер 8 то есть y2 будет равно y1 от x умноженное на интеграл e в степени минус интеграл p от x dx на y1 квадрат от x dx кстати все эти неопределенные интегралы вам не обязательно работать с ними как с неопределенными интегралами то есть константы интегрирования вам записывать не нужно по понятной причине вы ищете частное решение в частном решении не должно быть никаких констант то есть вы просто интегрируете ваши функции и все константы интегрирования записывайте если вы их запишите это тоже не будет особой ошибкой она ни на чем не скажется все константы интегрирования они будут поглощены c1 и c2 константами на следующем шаге и собственно давайте к этому третьему шагу перейдем как только вы нашли y1 и y2 вам остается только сконструировать конструировать линейную комбинацию конструируем линейную комбинацию y равное произведению c1 на y1 плюс c2 на y2 и это будет искомое общее решение так вопросы нет нет ну тогда давайте посмотрим на парочку примеров сразу же небольшое предуведомление эти константы вам надо будет искать только в том случае если вам требуется найти частное решение дополнительный дополнительный шаг дополнительный шаг дополнительный шаг если даны начальные условия если заданы начальные условия типа y в точке x0 равно а и y' в точке x0 равно b то вы ищете константы c1 и c2 соответственно по формуле просто подставляете ваше общее решение эти константы у вас соответственно будет c1 y1 в точке x0 плюс c2 y2 в точке x0 будет равно а c1 y1 штрих в точке x0 плюс c2 y2 штрих в точке x0 будет равно b конструируете эту систему двух алгебраических уравнений решаете ее методом гаусса или методом крамера или матричным находите c1 c2 и подставляете да, хорошо отлично значит тогда давайте напоследок поговорим про хотя бы парочку примеров того как эта вся машинерия работает как работает наша теорема и как работает наш алгоритм давайте начнем с примера который мне очень близок потому что это пример который возник у нас при решении конкретной задачи когда мы занимались исследованием ферромагнетиков а именно изучением некоторых особенностей поведения намагниченности в так называемых спиновых вентилях мы занимались этим каким образом к нам обратились экспериментаторы они попросили объяснить один странный эффект который они обнаружили что при определенных значениях толщины вот этого самого спинового вентиля который представляет из собой такие фактически сэндвич из двух ферромагнетиков между ними парамагнетик расположен вот если вы выбираете правильное соотношение правильную толщину вот этих ферромагнетиков и этого парамагнетика у вас между двумя слоями ферромагнитных материалов возникает так называемое обменное взаимодействие взаимодействие Дзялашинского моря и весь ваш сэндвич начинает проявлять либо ферромагнитные либо антиферромагнитные свойства в зависимости от того какое внешнее какова внешняя величина намагниченности например вверх намагниченность спином вверх или спином вниз но самый вопрос который собственно возник у экспериментаторов это то что при определенных значениях при определенных толщинах когда они наводили включали внешнее магнитное поле а потом выключали происходила релаксация релаксация намагниченности то есть ориентации спинов в верхнем и в нижнем слоях то есть происходило скажем легкое изменение подстройка суммарной намагниченности это они обнаружили что эта намагниченность вела себя как-то достаточно странно она при определенных как я уже сказал значениях толщин она вела себя не монотонно не монотонно стремилась к асимтотически какому-то предельному значению как обычно полагали экспериментаторы как-то во всей литературе было написано оказалось что она ведет себя более странно там были какие-то локальные экстреммы то есть она вела себя почти как периодическая функция точнее квазипериодическая потому что амплитуда уменьшалась стремилась асимтотически к какой-то величине но амплитуда колебаний все-таки там была неравная нулю то есть были какие-то осцилляции и обратились к нам мы сконструировали систему уравнений которая описывала такого рода магнитную релаксацию используя формулы для слияния доменных стенок спин и вот у нас в процессе решения я сейчас не буду более подробно говорить если захотите я вам могу прислать статью которую мы написали ее опубликовали в физикл ревью б по этой теме хорошая кстати статья у нас получилась но если если быть очень кратце и подходя к нашей сегодняшней теме в процессе решения это уравнение у нас возникло вспомогательное уравнение следующего вида смотрите у2 штриха плюс единица деленная на x y штрих минус некоторая константа в квадрате деленная на x в квадрате y равно 0 как это непосредственно связано что играет роль y что играет роль константы нас сейчас не сильно интересует нас интересует только то что c это действительная константа вопрос в том как найти общее решение этого уравнения ну давайте попробуем пойти по нашему алгоритму значит первый шаг в нашем алгоритме заключается в чем мы должны попытаться найти хотя бы одно частное решение мы должны угадать его как мы должны его угадать ну давайте смотреть что мы наблюдаем относительно вот этих трех слагаемых мы видим что у нас имеется три слагаемых в первом берется вторая производная от y во втором первая в третьем у нас нет производных с другой стороны у нас наблюдается обратная тенденция с точки зрения коэффициентов при этих слагаемых коэффициентов при y например у последнего слагаемого у нас имеется коэффициент пропорциональный x в минус второй. У предыдущего слагаемого имеется коэффициент x в минус первой. То есть он увеличивается на единичку, на одну единицу. У последнего, то есть, ну не последнего, наоборот, первого слагаемого x вообще в нулевой степени. То есть обратите внимание, у нас как бы есть такая комбинация x в нулевой, как коэффициент, x в минус первой, x в минус второй. С другой стороны, если бы y имела вид многочлена, ну или даже не многочлена, а просто степенной функции, x в степени n, когда мы брали бы производные от нашей функции, у нас как раз степень понижалась бы на единичку. То есть мы видим такую картинку. У нас как бы y слева направо, если бы он был степенной функции, у нас бы снижалась на каждом шаге на единичку степень, как только мы... Повышалась, прошу прощения, на единичку степень, потому что когда мы берем производную, сначала первую, потом вторую, у нас на единицу снижался бы порядок степень этой степенной функции. И наоборот, это снижение компенсировалось бы дополнительными множителями. Потому что множители у нас как раз наоборот уменьшаются слева направо. Вот эти сначала x в нулевой, потом x в минус первой, потом x в минус второй. Это я к чему веду? К тому, что, наверное, имеет смысл попытаться поискать хотя бы одно частное решение этого уравнения в виде степенной функции. Будем искать частное решение этого уравнения в виде степенной функции. И к степени очевидно, что поскольку у нас в нашем уравнении имеются еще и первые и вторые производные от этого уравнения, значит, надо их посчитать. Ну, у1 штрих, да, n это неизвестная константа. Очевидно, что пока что единственное, что неизвестно, ну, во-первых, неизвестно, является ли такое частное решение действительно решением. Это надо будет проверить прямой подстановкой. Во-вторых, если оно и является частным решением, оно не может являться для любых n. Значит, n тоже должно быть каким-то конкретным числом. Его тоже нужно будет найти. Значит, чтобы это сделать, нам нужно подставить у1 наше уравнение. у1 мы подставим. Теперь давайте посмотрим, что нам нужно подставить вместо у1 штриха и у1 два штриха. Значит, у1 штрих, это будет производная от xn. Это будет n на x степени n-1. А у1 два штриха будет, соответственно, равно чему? n умножить на n-1 умножить на x в степени n-1. Да, совершенно верно. Теперь давайте подставим. Подставим y1, y1 штрих, y1 два штриха в уравнении и посмотрим, будет ли оно удовлетворяться, то есть превращаться в тождество, хотя бы при каком-то значении n. Ну и смотрите, значит, вместо y2 штриха мы пишем n на n-1 на x степени n-2. Во втором слагаемым у нас множитель 1 на x он умножается на что? На n x степени n-1. А там везде получится просто что n-1. Совершенно верно, совершенно верно. Все это видят? Я согласен. Давайте это сделаем. Значит, у нас будет x в степени n-2 общий множитель. Так. Ой, здесь минус c квадрат. Действительно должно быть равно 0. Так. Пока все согласны? Да. Да. Прекрасно. Ну, теперь давайте поговорим про то, когда произведение двух множителей будет равно 0. когда хотя бы 1 будет равно 0. Но здесь лучше x, наверное, приравновать, потому что там сколько константов. Так. Ну, хорошо. То есть, давайте шаг за шагом проверим каждый из этих множителей. Если x степени n-2 равен 0, что нам это дает? Если x степени n-2 равен 0, то дает ли нам это что-то? Если x степени n-2 равен 0, то дает ли нам это что-то? Если x... Да нет, это ничего не дает. Правильно. Это ничего не дает по двум причинам. Причина первая. Если n-2 положительная, то у нас будет одна единственная точка, в которой это условие выполнено. Это x равно 0. Больше того, если n-2 у нас отрицательная, то у нас вообще ни в одной точке это условие не выполняется. Потому что, например, если n равно 3, n равно, прошу прощения, скажем, 0 или 1, пусть если n равно 1, у нас тогда x степени n-2 будет равно 1 делить на x. Оно вообще никогда в 0 не обращается. Не для любого конечного n. Значит, это ничего не дает. Давайте посмотрим на вторую скобку. Если мы приравняем 0 в вторую скобку, а именно n-2 минус n плюс n минус c квадрат равно 0. Вот тут ситуация уже значительно веселее. Во-первых, потому что у нас сокращаются n и минус n. И значит, у нас n-2 минус c-2 будет равно 0. и мы сразу же видим, что у нас возникает не одно, а два возможных значения константы n. n должно быть равно чему? Плюс-минус c. Совершенно верно. Либо плюс c, либо минус c. то есть у нас существует два кандидата. Два кандидата на роль частного решения. y1 равное e в степени минус... Ой, прошу прощения, почему e? x в степени минус c. и y2 равное x в степени плюс c. Вопрос. Что можно дальше сделать? Если у нас есть два частных решения, то... Да, можно же и хобо использовать. Да, можно использовать и хобо. Правда, при одном условии, что мы точно знаем, что эти два частных решения линейно независимы друг от друга. Давайте проверим, являются ли эти два частных решения линейно независимыми друг от друга. Можно взять какую-то являются ли? Так. Не-не-не. Ага. Так. Ну, давайте проверим. Проверим. Я там сам с собой разговаривал. Давайте проверим. Так. проверим на линейную независимость. Ну, вы начинаете говорить, а потом вы как-то... Видимо, моё собственное эхо вас сбивает. Вы договорите. я просто хотел взять уже одну дицину и потом по формуле найти второй. Да, это правильный вопрос. мы можем поступить двумя способами, соответственно. С одной стороны, мы можем проверить на линейную независимость этих двух решений. Если они линейно независимы, то мы из них сразу сконструируем линейную комбинацию. Второй способ. мы можем взять одну из них и найти второе и мы предполагаем, что может быть это второе тоже будет иметь вид y2 при помощи нашей формулы. Или мы можем сделать сначала один подход, а потом посмотреть, что произойдет, если мы вторым способом решали бы. Мы можем так сделать. Как хотите. Ну давайте оба. Ну давайте оба. Хорошо. Давайте тогда первый способ. Просто проверим на линейную независимость y1 и y2. То есть возьмем определитель Вронского от этих двух функций x степени минус c x степени плюс c ой x степени плюс c и от производных. Производная от x минус c чему равна? x минус c штрих равна чему? Минус x минус ой нет стоп у нас же по x да минус c на x в степени да минус c на x в степени ну минус c минус 1 а здесь производная чем равна? то же самое только без минуса у c так значит раскрываем этот определитель у нас получается c на x в какой степени минус минус так а здесь с плюсом будет c на x плюс c на x тоже минус 1 минус 1 и это равно соответственно 2c деленное на x и если c больше нуля или меньше нуля но не равно нулю то и все это будет не равно нулю для всех x если мы предполагаем что c не равно нулю правильно? отлично то есть вывод эти два решения y1 и y2 какие? линейно независимы совершенно верно значит по лемме 2 y1 и y2 линейно независимы значит по теореме которую мы с вами доказали по теореме общее решение нашего уравнения будет иметь вид просто линейной комбинации из этих двух частных решений то есть оно будет иметь вид c1 на x степени минус c плюс c2 на x степени плюс c так вопросы так теперь давайте попробуем что бы мы делали если бы мы пошли вторым путем второй способ давайте возьмем одно из этих решений какое возьмем x степени плюс c или x степени минус c за y1 x плюс c хорошо x степени плюс c и найдем y2 по формуле напомню еще раз она имеет вид y1 от x умноженной на интеграл e в степени минус интеграл p от x dx на y1 квадрат от x dx еще раз кстати напомню наше уравнение имело вид y2 штриха так какое у нас там было да плюс 1 на x y штрих минус c квадрат на x квадрат y равно нулю что в нашем случае играет роль p от x 1 на x 1 на x совершенно верно даже отдельно записать отдельно записать потому что как я покажу на втором примере последнем на сегодня можно очень легко ошибиться в выборе p от x ну в нашем случае здесь все просто но лучше все-таки записать их отдельно и так значит как мы будем подставлять нашу формулу сразу возьмем куском все заменим y1 на x степени c а p от x на минус c хорошо ну давайте значит тогда y2 будет равно x в степени c умноженное на интеграл в знаменателе у нас будет x в степени там это x в знаменателе у нас да так так е будет е будет е будет отрицательные натуральные в основном совершенно верно заметьте я не пишу дополнительно плюс c плюс константу потому что если я ее и запишу она просто уйдет сюда в общий множитель а он нам не нужен поэтому когда я взял вот этот неопределенный интеграл от p от x до x я не стал писать плюс констант или плюс логарифм c так е в степени минус логарифм x чему равно минус да сейчас минус x уверены один на x конечно ведь этот минус можно унести под логарифм это будет е в степени логарифм один делить на x что будет равно просто один делить на x то есть мы получаем x в степени c на интеграл один деленный на x в степени 2c плюс 1 правильно так ну или что то же самое xc на интеграл в степени x минус 2c минус 1 под x чему равен такой интеграл x в степени минус 2c разделить на минус 2c конечно совершенно верно значит получается что y2 равен x в степени c умножить на x в степени минус 2c деленное на минус 2c еще раз я не пишу произвольную константу не добавляю ее вы можете это сделать она просто в результате исчезнет после того как вы будете строить линейную комбинацию комбинацию на третьем шаге получается что это равно чему x в какой степени минус c совершенно верно ну еще умноженное на минус 1 делить на 2c но это константа ее в принципе можно опустить можно опустить как константу как постоянный множитель и в результате мы получаем что второе частное решение линейно независимое от первого от x степени c будет тоже равно x степени минус c так же как мы это получили первым способом так что и этим способом мы получаем тоже самый результат вопрос нет прекрасно тогда вопрос по первому примеру есть какой-нибудь нет тогда давайте напоследок рассмотрим еще один пример на этот раз пример в котором мы только одно частное решение можем получить мы получили вот только что пример в котором оба частных решений мы ухитрились на первом шаге найти теперь давайте посмотрим что делать если ситуация оказывается более сложной пример номер два давайте рассмотрим уравнение вида x куб на y два штриха плюс x умноженное на y штрих минус y равно нулю давайте с самого начала начнем с установления того чему будет равно p от x и q от x все ли согласны что p от x нет мы же на x третий не разделили правильно совершенно верно именно так вот это пример это классический пример западни если мы забудем разделить на x кубе мы получим ерунду потому что p от x в данном случае это не x p от x это множитель в уравнении канонического вида в котором мы избавились от множителя при старшей производной и это важно это принципиально поэтому перед тем как искать p и q надо обязательно привести уравнение к каноническому виду разделить на множитель x кубе в этом случае у нас уравнение примет вид y2 штриха плюс не x уже а единицы делить на x квадрат y штрих минус 1 делить на x кубе y равно 0 так что же у нас будет играть роль p и q 1 на x квадрат и минус 1 на x в третью совершенно верно вот ну и как вы видите мы опять же получаем пример чем-то похожий на предыдущий у нас при y штриха y и просто y имеются множители при этом множители являются степенными функциями при этом порядок этой степенной функции уменьшается сначала был x минус 2 стал x минус 3 по мере движения от y штриха к y то есть ситуация похожа на то с чем мы столкнулись в предыдущем примере правильно значит давайте попробуем и решать его как предыдущий пример то есть на первом шаге попытаемся найти частное решение в виде степенной функции опять же это логично раз у нас все множители степенные функции и порядок их уменьшается на единичку пока мы переходим от второго к третьему значит давайте искать в виде степенной функции она выглядит подходящей значит как обычно находим первую производную это будет x степени n минус 1 находим вторую производную это будет n n минус 1 x степени n минус 2 и подставляем в уравнение подставляем это в уравнение давайте смотреть что мы получим а кстати в какое уравнение подставим первое или в каноническое первое уравнение оно выглядит немного проще потому что в нем нет дробей второе каноническое но в нем дроби мы можем подставить любое какое хотите давайте в первую давайте в первую тогда значит у нас будет не 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 добавь второе лучше ну так какое первое или второе Валера ой Виталик давай второе ладно давай второе ну давайте второе хорошо значит у нас будет n на n минус 1 и к степени n минус 2 это первое слагаемое дальше мы добавляем n на x квадрат на x степени n минус 1 это второе слагаемое третье слагаемое минус 1 на x кубе x степени n все это должно быть равно 0 давайте попробуем посмотреть более подробно предметно во втором слагаемом x степени n минус 1 делится на x квадрат это значит что у нас будет x степени n минус что 3 минус 3 так дальше мы вычитаем x степени тоже n минус 3 равно 0 сразу же первое как отлично тогда смотрите первое наблюдение которое может не сильно обнадеживать заключается в том что в отличие от предыдущего примера у нас есть x разных степеней x в степени n минус 2 это первое слагаемое а втором и в третьем множитель x в степени n минус 3 это может несколько нас уже начать напрягать но подождите раз у нас все равно есть два слагаемых с общим множителем давайте для начала вынесем этот общий множитель из этих двух слагаемых оставив первое пока что в покое значит если мы вынесем x в степени n минус 3 у нас останется n минус 1 как общий множитель ничего не замечаете его тоже можно вынести да у нас теперь можно вынести общий множитель n минус 1 ну а в скобках у нас останется n x в степени n минус 2 плюс x в степени n минус 3 Равно 0. Формально мы можем еще вынести x степени n-3. Тогда у нас останется nx плюс 1. Правильно? Ну и теперь у нас получается, что 0 должно быть равно произведению 3-х множителей. Значит, хотя бы один из них должен быть равен 0. Давайте начнем теперь справа налево. Может ли 0 быть равна квадратная скобка nx плюс 1? nx плюс 1 нет. Нет. Ну, точнее, она может быть равна, но она будет равна 0 для какого-то одного значения x. А нам надо, чтобы наше решение выполнялось, а значит было равно 0 для всех x. Значит, приравнять 0 квадратную скобку это не вариант. Согласны? Лучше приравнивать от минус 1. Совершенно верно. Понятно, что x степени n-3 тоже не имеет смысла приравнивать 0. Он будет равен 0 в лучшем случае в одной точке. Значит, только n-1 равное 0. То есть n равное 1. Это то, что мы ищем. Согласны? Да. Так. Если n равно 1, значит как будет выглядеть наше частное решение y1? Просто x. Просто x. Так. Первый шаг выполнен. Заметьте. Теперь мы нашли только одно частное решение. Это, кстати, что означает? Это означает, что второе частное решение никак не может иметь вид просто степенной функции. Потому что мы все возможные варианты перебрали. Оказывается, степенная функция является частным решением тогда и только тогда, когда n равно 1. То есть второе частное решение, которое мы сейчас будем искать, оно будет иметь какой-то другой вид. Теперь давайте его найдем. Шаг второй. Ищем y2. По формуле y2 равное y1 от x на интеграл e в степени минус интеграл p от x dx, деленное на y1 квадрат от x по dx. Окей? Да. Так. Ну, опять же, давайте в роли p от x у нас выступает, так что у нас там выступало, 1 на x квадрат. А в роли y1 от x у нас выступает просто x. Сразу будем подставлять в эту комбинацию, или по отдельности будем считать интеграл p от x до x. Да, можно сразу. Давайте сразу. Хорошо. Значит, y2 будет равно x, умноженное на интеграл. И, конечно, яендую. Значит, идиungs орд blatак. Мы. Спасибо. Мы. 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 Спасибо. Мы.